вопиющие вопиющие засилие коррупции всем привет привет а с вами янки булочек сегодня мы обсудим наших паразитов нашу семейку киосаян не не она не наша она не наша все равно они наши так как мы граждане россии и платили налоги в россии и из этих налогов эти твари богатеют вот эти вот которые извините устраивают цирк пилорама на мой взгляд самая безвкусная и бездарная передача я не так давно узнал да вообще сначала не знали а потом блогеры стали показывать ему такие что полная жопа типа ну как такое может быть сегодня мы хотим обсудить очень интересный момент почему все таки пилорам получила по башке от уже мировой общественности да тут внутри россии могут только блогеры смеяться да и в принципе это не выносится на большую публику а так сказать вот их передача пародия на оба она вызвала уже международный резонанс и сегодня мы поговорим почему же это вообще произошло что он стала таким триггером которая так сказать оставила мировые сми другие да офигеть просто от наглости дело не в том что это была пародия там на обама допустим да и на другого любого политика они там пародировали всех подряд тоже такие грубые бездарные пародии там и меркель и всех но почему собственно говоря на обаму на обаму очень многое сделано пародии многие думают что вот как трамп пришел такого стали пародировать смеяться над ним нет в америке вообще большая культура политической сатиры и в общем-то высмеивают всех политиков какой бы там хороший не был тебя все равно будут высмеивать и байдена высмеют так ждите да уже начали уже начали вот можете посмотреть вот тут наш видосик где мы это показываем вам и пародировала множество комиков в основном как бы полной пародии делали все-таки черные чернокожие комики комики пародировали голос обамы у него специфическая манера речи с паузами там смеялись с этими паузами вы нарезали одни паузы с его речи вот и как будто он молчит все время то есть мы тоже смеялись как могли никого это не беспокоило потому что это нормально смеяться но когда настолько издевательский плюс это белый человек с накрашенным черным гримом лицом что же такое блэк фейс да мне кажется в россии эта тема вообще не раскрыта потому что другое другое блэк дело в том что с тех пор как европейцы открыли да что на африканском континенте живут люди другим цветом кожи понятное дело там за людей них не считали и еще в пятнадцатом веке министрели мазали лицо сажей ходили по городам ночь развлекали народ народ да вот и как бы все было нормально новая волна вот этих вот комиков блэк фейс которые мазали лицо сажей гуталином и пародировали черных она началась в начале двадцатого века в америке вот то есть пародировали там разные были пародии на взрослого черного там на старого черного на пожилую женщину полную вот как там мамушка была из унесенных ветром да то есть у них были такие вот стереотипные пародии и все это прекратилось когда черным дали там право учиться право голосовать то есть они стали частью общества полноценно равной части общества ну не совсем прям ровно да но они стремились к этому обществом менялась соответственно и менялись некоторые такие аспекты что обидные но вообще вот это стереотипное высмеивание какой-либо раз и да там англичане высмеивали японцев и американцы тоже высмеивали японцев до китайцев азиатскую расу высмеивали высмеивание вот это вот blackface и конечно теперь любое упоминание blackface это очень мне кажется травматично действует на западное общество которое все-таки стремится к равенству всех людей независимо от цвета кожи к толерантности и вот такое вот опять же стереотипное высмеивание ну и конечно же вот это вот наша семейка да вот это вот супер-симейка бобриха и ее бобер а вот они так сказать решили опозориться по полной кстати там маргарита это как симонян маргарита симонян она была в штатах неоднократно и как бы она заведует офисом рт я так поняла и в америке тоже и они не знают такого культурного феномена как blackface ну может а может они муж женой не общаются ну так она же делает эту передачу ну да пошла на секунду в туалет и на теле он снял без нее не посоветовал вы думаете как мы снимаем в расследовании навального сколько стоит одна передача что-то там 5 миллионов рублей одна передача стоит за каждую передачу они получают минимум 4,6 миллиона рублей каждую неделю из нашего кармана вот за это шо не то пробухаем то есть ребят это конечно вообще просто мы считаем что когда это все закончится мы верим что это обязательно закончится и будет новый ньюрбергский процесс то вот эти вот все пропагандисты они должны сидеть на скамье подсудимых то что это просто за гранью добра и зла и вот они вот это вот сняли и они думали что это останется внутри страны как ну то что там средневековая россия с них и так садят подумаешь смешно вон как этот этот как его юморист русский который колготку натягивал на себя помню из новым годом из аншлага да и забыл как его зовут на трушкин петрушкин ватрушкин я не помню как подскажите в комментариях в комментариях как его зовут вот и они решили так сказать ну тогда советский союз как говорится не так давно еще закончился да может быть люди не понимали что они делают ну а симонян и эти киасаяны это разномастная семейка они точно понимали что они делают с того момента когда этот комик показывал пошел но с новым годом пошел нафиг уже прошло я не знаю 20 лет 20 лет потому что я смотрел когда еще маленький был вот то есть все меняется принципе правила ну как бы общественное создание меняется вы не можете шутить но потому что российское телевидение пробивает но она просто пробивает но раз за разом бум 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 и это у них отрицательный рост мне на самом деле радостно что это все выплеснулось как бы наружу российской федерации да не просочилась за просочилась немножко заляпала других и такие европейцы с американцами такие что что здесь происходит ребят пишите что вы об этом думаете как бы рады ли вы тем что киасаяны заплескали своим чувством юмора не только российскую общественность ну и чуть-чуть на иностранную западную западную общественность жопа с ручкой а вот кстати мы забыли вас спросить где вам больше нравится чтобы мы снимали вот здесь вот у окна или там у стенки пишите в комментариях где вам больше нравится задний фон да да и вообще важно для вас задний фон или вам вообще все равно или вы вообще нас как радио слушайте выключаете все сворачиваете и мы как радио это там бля-бля-бля-бля-бля-бля спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь ставьте лайки комментируйте делитесь соцсетях подписывайтесь на instagram и будьте с нами друзья до новых встреч всем пока